Перед самым солнечным праздником года Масленицы Самара постепенно оттаивает и радует горожан плюсовыми температурами. По прогнозу синоптиков, весна в этом году поздняя. Самарцы, изрядно уставшие от суровых зимних морозов, теплого солнца и первых зеленых листочков, ждут с нетерпением. За что любите весну? За свежие первые цветы, первые зелень, листьев и солнышко радует. Да как же ее не любить-то? Наконец тепло настанет. Как же ее не любить? Ждем-ждем. Скорее бы палку бросить. Вы думаете, что я с палкой хожу? Она бодрит, как говорится, при подносе веселым настроения и радостной душе. Вот такой красавец. Классический рецепт приготовления блинов Ирина Демихова использует редко. Куда вкуснее и интереснее получаются блинчики, если их готовить на дрожжевой основе. Причем для этого вовсе не обязательно замешивать тесто самостоятельно. Можно купить обычное дрожжевое, а дальше действовать по традиционной схеме, добавляя в него молоко, яйцо, соль, сахар и немного соды. В дрожжевое тесто одно яйцо идет, потому что если положить два, они будут жестковатые. В былые времена масленицу отмечали в день весеннего равноденствия. Прощали зимой и встречали весну. После принятия христианства праздник привязали к Пасхе. Именно поэтому дата наступления масленицы каждый год меняется. Неизменными остаются лишь традиции, рассказывает Ирина. И вспоминает, как много лет назад накануне праздника просыпалась в половине пятого утра. Только для того, чтобы удивить коллег по работе вкусными блинами. И до восьми часов я уже успевала гору блинчиков сделать. Покупала сметану, бежала на работу к восьми часам. И там у нас был пир всегда. Пекли по очереди блины. У кого-то был понедельник, у кого-то вторник. И так до выходного. Каждый день масленичной недели имеет свое название и традиции. Встреча, заигрыш, лакомка, разгуляй, тещи на вечерке. Заканчивается традиционное гуляние в прощенное воскресенье. В этот день принято провожать зиму и сжигать чучело масленицы. А также просить у знакомых, родных и близких прощения за нанесенные обиды. И хотя в этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки масленицу придется встретить дома, оптимизма самарцы не теряют. Приходят подружки, печем блины, наедимся, песни споем. И напоследок парочка секретов. Чтобы ваши блинчики не пригорали, сковороду необходимо смазать кусочком свиного сала, а уже готовые блины топленым маслом. Но самое главное, говорит Ирина, готовить нужно с душой, чтобы к праздничному столу сбегались абсолютно все члены семьи, в том числе и четвероногие. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok